На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сераева. В начале коротко об основных событиях понедельника. Купель почти готова. В Нефтьюганске провели промежуточный осмотр строительства Крещенского городка. Как получить югорские пять тысяч? Три с половиной тысячи нефтьюганцев уже подали заявление. Самые умные более ста нефтьюганских школьников участвуют в региональном этапе Олимпиады. В Нефтьюганске продолжается подготовка к православному празднику Крещения. Промежуточный этап оценили представители администрации, духовенства и правоохранительных органов. О том, когда будет завершено строительство купели, расскажет Виктория Дрягина. Больше половины работ в Крещенском городке уже выполнены, заверяют подрядчики. Остались последние штрихи провести, огранку льда, обшить раздевалки, вырубить купели. Планировали, что работа будет сегодня-завтра завершена. Но получилось, что 17 числа мы уже будем полностью готовы. Тем не менее, это как бы в срок, потому что само обряд Крещения будет у нас, получается, 18 вечером в ночь. И уже официально это будет процедура 19. Надеюсь, что вовремя в срок все мы завершим. Согласно плану, работы завершатся уже послезавтра. Это время необходимо строителям для того, чтобы пробурить толстый слой льда. После укрепления его толщина составила 75 сантиметров. Такие условия необходимы для безопасности горожан. Так что будут люди забирать воду, набирать будут воду. В другом месте будут купели, значит. В порядке 220-250 человек одновременно нахождение на территории проведения празднования. Это вполне безопасно. Препятствий для проведения Крещения на этой территории специалисты не обнаружили. Самое опасное для городка – это вандалы. Но уже совсем скоро на этой площадке появится круглосуточный мобильный пост полиции. Закончит свое дежурство он только 21 числа. И будет контролироваться полностью нахождение здесь граждан и недопущение граждан на лед при проведении здесь пока ремонтных работ. А уже 19 числа силами личного состава МВД будет осуществляла охрана общественного порядка по крестному ходу. И здесь уже по проведению мероприятий непосредственно на территории реки Юганской области. В этом году по прогнозам синоптиков ожидается около 30 градусов мороза. Но организаторы уверены, что такая низкая температура не вспугнет сильных духом. Праздник Крещения Господня. В 8 часов в храме начинается Божественная Литургия. По окончании в 11.30 крестным ходом прихожане и жители города могут проследовать на Крещенский городок, где мы ослужим водосвятный молебен, сможем набрать святой воды крещенской, погрузиться в купель в этот день. До начала праздничных мероприятий осталось три дня. Организаторы делают все возможное, чтобы принять как можно больше желающих. В прошлом году совершить погружение и набрать святой воды пришли около 5 тысяч нефтеюганцев. Виктория Дрягина, Евгений Трифилов, ТРК Юганск. Уже 3,5 тысячи заявлений подали нефтеюганцы на получение 5 тысяч рублей. Напомним, такой подарок преподносит Югра тем, кто родился на ее территории с 1993 по 2017 год, а также имеет здесь постоянное место жительства. Выплату приурочили к объявленному в нашей стране десятилетию детства. В Управлении социальной защиты нам подробно рассказали, как ее получить. Категориям, которые состоят на учете в органах соцзащиты, это многодетные, инвалиды. И писать заявление не нужно. Деньги они получат и так, причем на тот же счет, куда им приходит пособие. А вот всем остальным придется заполнить обращение на портале госуслуг. Для того, чтобы подать такое заявление, граждане должны зарегистрироваться на портале. Зарегистрироваться можно через центры общественного доступа, через многофункциональный центр, либо через центр социальных выплат. То есть это касается тех, кто еще не зарегистрирован в портале и не имеет своего личного кабинета. Здесь специалисты ответственные помогут зарегистрироваться, помогут открыть кабинет, ну и, конечно же, помогут подать заявление на эту выплату. Тем, кто уже зарегистрирован, написать заявление поможет сайт регионального департамента соцразвития. Кликните на баннер в виде подарка, привязанного ленточкой, и обнаружите пошаговую инструкцию со скриншотами. Не ошибетесь. Обратиться за выплатой могут родители, если ребенок не достиг совершеннолетия. В этом случае мамам и папам нужно указывать свой счет, куда перечислять деньги. Написать заявление молодой человек может и самостоятельно, если ему исполнилось 14. Тогда счет должен быть открыт на его имя. Решение о выплате будет принято только после проверок, которые подтвердят, что гражданин имеет на нее право. Отвечают одновременно двум условиям. Они должны были родиться на территориях Антамансийского автономного округа с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и иметь место постоянного жительства на территориях Антамансийского автономного округа. Те граждане, которые временно выехали и сохранили регистрацию на территориях Антамансийского автономного округа, они право на указанную выплату сохраняют. Жители, состоящие на учете в органах соцзащиты, а также те, кто обратится в ближайшее время, получат свои 5000 до 1 марта. И многие действительно спешат. Только за сегодняшнюю ночь заполнили заявление на госуслугах почти 900 нефтеюганцев. На самом деле подать документы можно в течение почти всего нынешнего года, до 30 ноября. Инна Новикова, Дмитрий Шестопалов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтеюганске завели уголовное дело на водителя, который не согласился с действиями сотрудника ДПС. При составлении протокола в патрульном автомобиле мужчина выстрелил в инспектора с сигнальной ракетницей. Инцидент произошел ночью в 10-м микрорайоне. Водители иномарки остановили сотрудники ДПС. Документов при мужчине не оказалось. Во время составления протокола 48-летний нефтеюганец неожиданно достал из куртки пиротехнику и выстрелил. В ходе составления протокола об административном правонарушении гражданин достал из одежды пиротехническое изделие под названием сигнал охотника, которое применил, находясь в машине, и произвел выстрел в сотрудника ГИБДД, причинив последнему телесные повреждения в виде ожогов. Как выяснил, владелец иномарки при задержании был нетрезвым и проходить освидетельство не отказался. Теперь водителю грозит лишение свободы до 5 лет. Следственный комитет завел уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении сотрудника полиции». Кстати, сегодня Следственный комитет России отмечает годовщину со дня основания. 15 января вступил в силу соответствующий федеральный закон. 7 лет отмечает и нефтеюганский отдел. Сейчас в нефтеюганском межрайонном следственном отделе работает 10 сотрудников. Из них 6 – это следователи. По словам руководства, главный принцип работы – помощь людям, справедливость и соблюдение закона. Чтобы было вежливо и внимательно отношение к каждому гражданину, к каждому вопросу, к каждой людской беде. И я думаю, люди находят помощь и поддержку, обращаясь с заявлениями в Следственный комитет. Поскольку все-таки главным призванием уголовного судопроизводства является восстановление нарушенных прав потерпевших от преступлений, к чему мы и добиваемся своей деятельностью. А также, чтобы наказание было неотвратимо. Наказание действительно неотвратимо. По итогам 2017 года следователи сейчас подводят итоги. Всего в ведомство поступило более тысячи обращений. По самым громким делам преступников удалось разыскать и передать дело в суд. Подробный материал о самых резонансных преступлениях и наказаниях прошлого года смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Судебные приставы заставили нерадивого отца выплатить почти 200 тысяч рублей. Такой долг накопил житель нашего города, годами не выплачивая алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. После того, как мужчина проигнорировал запрет службы на выезд за пределы России, приставы составили на него административный протокол. Не желая усугублять положение, нефтеюганец буквально в течение пяти дней погасил задолженность, которая составляла 197 тысяч рублей. Самые умные дети Югры. В округе стартовал региональный этап Олимпиад по школьным предметам. От нефтеюганска участвует более 100 ребят. Победить не только престижно, но и полезно. За это начисляют бонусные баллы при поступлении в ВУЗ. Половину предметов в духе времени сдают дистанционно. Комиссия наблюдает за выполнением заданий с помощью видеосвязи. Вход в кабинет для посторонних строго запрещен. Наша съемочная группа почти украдкой наблюдала за Олимпиадой по литературе. Девочки, тихонечко, Олимпиада идет. Это крыло в 10-й школе, теперь зона особой тишины. Здесь самые умные нефтеюганские школьники участвуют в региональном этапе Олимпиад. Сегодня сдают литературу. Заходить в кабинет нам строго запрещено. Снимаем только несколько секунд из полуоткрытой двери. Злата Башмакова среди восьми самых подкованных в этом предмете. Сейчас пошла та стадия, как раз когда я вникла в текст, и вот пошло сочинение. Я пойду по направлению в гуманитарные науки, и мне очень нравится литература, она связана с искусством. Расспрашивать учеников о заданиях нам строго запрещено. Их получили по закрытому каналу связи прямо перед началом Олимпиады. Кстати, продолжается она целых пять часов. Олимпиада по литературе одна из самых длительных. Но даже если какой-то гениальный ученик закончит выполнять задания раньше, он все равно не имеет права выходить из здания школы. Он отправляется в соседний кабинет, в кабинет географии, где заблокированный интернет. Телефона у него тоже, конечно, нет. Все это делается для того, чтобы избежать утечки заданий в интернет. В таком дистанционном формате проходит половина предметных Олимпиад. Для остальных нужно ехать в едино окружные пункты. Это Сургут, Нижневартовск и Хантамансийск. Выезжаем мы. Первая Олимпиада выездная у нас завтра – это физика, математика, химия, ОБЖ, биология, информатика. То есть это практически те Олимпиады, где есть второй тур и обязательно практический тур, чтобы дети все были в равных условиях. Участниками регионального этапа являются призеры и победители муниципального этапа. И те ребята, которые набрали необходимое количество баллов для участия в региональном этапе. Самых умных в Югре по всем школьным предметам должны определить и к 20 февраля. Кстати, в этом году сразу несколько нефтеюганских детей участвуют в Олимпиадах по ряду предметов, что называется талантливы во всем. Общероссийский этап состязания начнется в конце марта. Наталья Платонова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Нефтеюганский прошел шестой тур первенства России по мини-футболу конференции «Восток». На поле вышли шесть команд из двух зон. Так, Западная Сибирь принимала гостей из Екатеринбурга и Челябинска. Но из всех игр этой встречи болельщики больше ждали одну, в которой встретились два лидера турнирной таблицы. Открыли шестой тур в высшей лиге Екатеринбургская «Синара» и Сургутский «Нефтяник». Оживленная игра показала, этот этап первенства будет насыщенным. Тем более на поле встретятся лидирующие команды конференции. Видел и Зикурфу, и видел вашу команду «Блик». Как бы хорошие команды, поэтому я думаю, что победит сильнейший. Всего в конференции «Восток» сражаются за победу в высшей лиге 16 команд. По итогам пятого тура в таблице лидировал юганский «Блик». На одну очку отставал Екатеринбургский «Зик». Встреча двух сильнейших команд стала определяющей. От нее зависел исход шестого тура. Нашему «Блику» удалось укрепить свои позиции в турнирной таблице. Игра с «Зиком» завершилась со счетом 4-1. Упорство наших спортсменов не случайно. В этом сезоне футболисты планируют выйти в Суперлигу. Сумели выполнить поставленную задачу на данный старт. И удержали лидерскую позицию. То есть первое место. Пока мы занимаем по итогам шестого тура, мы занимаем первое место. Еще впереди четыре тура. Первенство России по мини-футболу завершится в начале апреля. Судя по турнирной таблице, у «Блика» есть все шансы на победу. Из 18 игр этого сезона у юганских спортсменов лишь одно поражение. Более того, по итогам шестого тура наши по-прежнему на первом месте. Кристина Кучерова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». Делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok